привет всем снова с вами я супердог и сегодня я катаюсь на танке с башни гром по запросам моих как бы друзей которые смотрят меня пошут попрошу строго не судите меня так как я на громе ты на громе играю первый раз ты вот поэтому сейчас буду пробовать когда-то я очень очень давно играл на смоги вот на данный момент я решил свои видеоролики немножечко изменить в плане как бы освещение игры да хочу вам немного рассказать для тех кто не знает хорошо карты да я играю сейчас карту по моему серпухов да то есть расскажу сразу что в карту серпухов можно играть играть как бы я играю за команду синих я играю сегодня под ником влад студик майор вот мы находимся в низине да то вот видите вот там вот вот в этой башни наш флаг вот наша команда нападает и противник у нас находится вот там вот за домами их не флаг находится там добраться к противнику можно тремя дорогами первая дорога вот это или слева то я вот по мосту где вот вы видите там ромбик третья по центру по центру я считаю что смысла нет потому что там очень легко простреливается поэтому ты ходим отходим отходим не успел поэтому лучше конечно стартовать слева или справа вот но так как я не очень владею умею играть на громе да то есть я проиграл рикошет у которой видно искусно умеет парень водить этот чудный инструмент ух ты так сейчас секунду к сожалению сегодня я играю без нары потому что вот мы сейчас потому что нары нет да все давайте так 2 3 умер ого блин хотел вам показать еще обходной маневр где можно за домами заехать и прогул и забрать флаг но у меня это не получилось так значит смотрим я сейчас подберу на руку раз уж меня нету своей запасе то по крайней мере и поедем давайте с вами по центру глядишь и чё-то и повезет так убили молодцы вот но надеюсь что громом я пользуюсь правильно вот прямо заезжаем по центру блин забыл еще это же мне не рельса я уже на последнем месте но я вам скажу сразу влад ты не обижайся но без блин да враг как это я проморгал без без нары все-таки сложно и практически нереально вот но так как опять же повторюсь мы рассказываем про эту карту рассказываем как можно объехать то давайте я вас покажу как можно так и так на нычках объехать но мне не получается никак не получается потому что враги меня расстреливают а выстрелил и сам умер кстати что мне нравится в громах это то что надо уметь им пользоваться если ты вблизи стреляешь то от разрыва снаряда запущенного с твоей пушки да то есть ты можешь сама пострелять ждать и умереть лишь враги полностью все обнарены и очень сложно очень сложно поэтому кто-то может быть скажет что я играю как но мнение дружище а тут и где блин ну прости не получилось блин не получилось не получается мне как вам рассказать и показать как можно объехать потому что без науки но я не знаю но совсем не получается потому что когда ты выходишь один на один с противником да еще и ты и не не умеешь толком играть на громе да то есть это сложно блин тут еще два этих да что ж такое вроде стреляю тут тоже надо как шафте выдерживать что-то а не как в скмоке просто брать и стрелять ну пока игра ноль-ноль никто ничего не может делать ну наверное потому что видишь леется все таки ролик потому что наверное так видишь попал попал блин а чем же я не могу тебя убить непонятно а у него наверно корпус немножко другой все таки у меня здесь корпус хорнета хорнета он более слабый наверное так давайте попытаемся проскочить да ишь народ тут на викинге то всем то есть а на хорнете вот давайте попытаемся проехать ну блин дружище 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 а тут оказалось так что я даже поперкнулся капец они тут яме все сидят то есть пробраться к врагам невозможно как бы мы не хотели нет если было может быть все таки нарко я бы сумел но без нарки совсем тяжело и на новом вооружении пока пристреляешься видишь получается команда игроков играет правильно почему правильно потому что они играют умело и правильно то есть ах ты убили меня они видишь я полностью выстрелили правильную линию обороны я не знаю что они преследуют то есть я не вижу чтобы кто-то от них шел в атаку но как я красиво уже научился вот но они правильно как бы делают потому что не подпускают наших игроков к своему флагу это тоже очень правильно вот если вы едете не буду я сейчас собирать эти все кристаллы да то есть можно сделать вот так мы спрыгнули но этот вражеский рикошет наверняка что нас спасет да не сумел я вовремя выскочить видишь враги вот вот они правильно наступает это команда за против которой я играю реально видно что более так сказать собраны что ли да вот они более правильно играют нежели мы мы играем неправильно промазал промазал ну вот все таки наверное каждому свое каждый должен уметь играть ах ты а наши вообще еще упустили каждый наверное должен иметь играть на своей какой-то боевой единице и тогда будет счастье потому что ну где мы играем играем непонятно как бы вот как я до играю на разных видах вооружения и для меня очень сложно то есть если я с рельса и с фризом очень хорошо разбирать то вот с реком громом шафтом пока что у меня не получается плюс ко всему и насколько я знаю раньше было так что у грома у грома у него же такая что есть чем ближе противник находится тем сильнее сила будет у него урона наносение урона чем дальше противник находится тем по слабее может быть посреди баланса не конечно что-то и поменяли но раньше было именно вот так противник съезд аптеки ну давай изи да убил но я нахожусь смотри я нахожусь практически внизу потому что но не умею толком водить я в общем то согласен со всеми вашими замечаниями которые наверняка будут вот видишь смотри как он идет непонятно но дико рик да получается мощный парень в общем скажу что на карте на карте вот с река с рекам не серпухова это поможет да все таки выгодно играть на шафтах выгодно играть на рельсах в общем то наверное неплохо тоже играть на громе но громом надо уметь пользоваться и вот если ты будешь уметь пользоваться громом то тебе будет наверное счастье плюс я думаю что здесь уверен да важно чтобы у вас была была нара потому что а без нара здесь делать кстати вот тут вот потаенное местечко видишь такое ахты убили не дали мне долететь в которой будет внизу всегда обычно валяются кристаллы какие-то какие-то вооружение усиления нара проще говоря которые в общем то можно собирать и поэтому многие игроки знают а туда едут и берут а вот вещь как я круто нет если поиграть несколько игр я думаю что я что никто меня не поддерживает а обалдеть вот в команда да то есть от чего там стоять когда реально вы видите что ваш игрок прошел вперед но это неправильно ну с учетом того что опять же повторюсь у нас ознакомительная цель это поездка по этой карте и изучение ее ландшафта то вот я вам покажу что здесь маневр объезда это мы выскочили перед мостом врага да вот он для того чтобы заскочить и забрать врагов флаг но мы этого делать не будем мы попытаемся проехать вот здесь значит смотрите если мы простаки вот так вот так вот так мы попадаем на потаенное такое местечко где можно вот так вот заехать сзади и иди жалко что у меня нары нет так 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 что это и стоят уходим 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 видишь вот жаль что ну нету нары поэтому меня сейчас убьют потому что реально я не могу никак и ничем видишь никак и ничем потому что была бы была бы нара я бы ушел от них а так мне ничего не получается но зато противники молодцы они напирают на нас поэтому скажу так что без нара мне играть но совсем не интересно вот наши смотри как вместо того чтобы спешать вперед да они а нет ну верни-верни флаг верни-верни-верни ну вот ведь если была бы нара я бы на нарезал поэтому целью того что этот мой ролик носит информативный характер и я хочу здесь рассказать о том как пользоваться данной карты как ездить по ней то еще раз я вам показал как можно заехать как можно да наш противника где что взять вот реально без нара на этой карте делать нечего потому что ну вот ничего ты не можешь делать по крайней мере я не вижу ничего то есть я активный игрок и вот просто болтаться кататься по этой карте без усилителей я не люблю то есть мне нравится динамика мне нравится пойти в атаку то есть на таком танке которыми сейчас присутствует на которыми сейчас катаюсь мне конечно же было бы интересно проскочить и уточнить флаг таким образом принеся победу но здесь и этого сделать не могу 11 минут до конца игры и мне кажется что мы собственно говоря продуем но еще не вечер поэтому будем надеяться на хорошее что нового в новой игре танки онлайн я заметил то что играя раньше в танки онлайн я в принципе не заморачивался над тем какие по какое звание разрешено играть то есть как бы можно играть я заходил в любую игру если я изначально заходил в эту игру играл танки то собственно говоря я всегда имел не первое то обязательно второе место на пузыре баланса и заметил такую вот как бы закономерность что если я играю в танки онлайн и ну дружище ты совсем не туда поехал вот не по своему званию то у меня шансов на победу нет никаких то есть меня просто расстреливают убивает поэтому мой совет если вы играете в танки онлайн который сейчас по перебаланса обязательно смотрите на те звания которые играют давайте попытаюсь играют у вас на карте потому что если вы зайдете видишь он на наре он с первого раза меня сложил вот если у вас на карте не более сильные игроки да то есть я имею ввиду маршал и генерал и так далее то есть шанса на победу у вас но просто нет никаких да лишь аптеки я поэтому первое условие выбирайте карту по своим возможностям но хотя вот я сейчас зашел в карту где максимальный подполковник да то есть я играю на майоре принципе шансы меня на победу должны быть но вы реально видите что без усилителей я блин ну что ты стоишь я ничего не могу сделать а с учетом того что хорнет это корпус на котором я сейчас езжу да он предназначен именно для диверсантской деятельности то есть для быстрого захвата флага да то есть для быстрых маневров собственно говоря а без усиления ничего делать не могу защите данный корпус он не он не предназначен для защиты даты он больше как бы именно для диверсантской работы что касается грома только за гром я сказать ничего абсолютно не могу вот гром это наверное игрушка на любителя вот 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 и видишь парни на викингах это круче вот викинг менее менее как бы меньше имеет скорость нежели хорнет но он больше по бронеевой защите так как я уже научился главное уметь вовремя маневрировать так попытаюсь проскочить и возможно даже и куда он поет а вот и вы его убили а меня тоже убили парни на наре 6 минут до конца игры надеюсь что кто-то из наших бойцов все-таки проявит героизм и унесет хотя бы один флаг для того чтобы сравнять наши силы почему-то с каждой минуты мне у меня уверенность падает а я я ничего сделать не могу потому что у меня эти самые нары просто полный ноль так ждем врагов также хотел обратить ваше внимание на игру по серии баланса да елки-шпалки ребята вы должны четко определиться на какой боевой единице вы хотите ездить то есть на каком корпусе на какой башне но это опять же мой взгляд мое мнение но я четко вам скажу что все башни все корпуса стоят определенных денег причем денег немалых если до ребаланса это стоило намного дешевле то после ребаланса это стоит достаточно дорого поэтому вы четко должны определиться если вы ну давай хотя бы эти три если вы хорошо владеете громом значит пожалуйста покупайте гром если вы хорошо владеете риком берите рик шафтом значит шафты и также как и вы должны четко понять с корпусом мой совет корпус викинг он мне нравится и по боевым характеристикам он мне также нравится и по маневренности по скоростным данным потому что харнет это хорошая боевая единица но при условии что вы будете постоянно в нападении в атаке то есть если вы прокачаете дм3 3 тройки то есть у вас тогда будут все шансы именно навсегда привозить команде флаги и быть на мой взгляде вот но хотя я говорю я когда-то ездил на хорнете сейчас я остановился все-таки на викинге он мне больше нравится что касается башен я же говорю здесь у каждого свои свои вкусы все свое потому что кому че нравится кто умеет на одну единицу кто на другой здесь уже собственно говоря не играет никакой роли но скажу сразу что убили здесь очень важно чтобы команда была слажена видишь у нас таскают флаги и мы ничего не можем делать то есть мы вроде бы стоим рядышком на тоже защиты контактовой током нету хотя собственно я чувствую защите 3 минуты до конца игры и наверное есть шансы все таки взять да добрать у врагов хотя бы один единственный флаг видишь ударил ну есть враги все они все даже 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 с брониками катаются ну без без нары совсем вот хотел также попросить всех тех кому нравится мои ролики не забываем ставить лайки то есть мне очень важно потому что на данный момент я мало того что работаю до вторых как бы куча забот подумал а я стараюсь уделить времени для того чтобы сыграть в новые игры там потому что очень многие ребята просят сыграть на своих танках елки-палки когда что игрешь вот и поэтому я конечно стараюсь выполнить ваши пожелания и сыграть но мне бы хотелось чтобы была какая-то и отдача с вашей стороны то есть такая маленькая благодарность смотрю какой хороший кармашек хотя я говорю что нашим танкистам надо идти в атаку а мы этого не делаем а дарик молодец везде успевает убили две минуты до конца игры я думаю что мы проиграли со счетом 1-0 очень жаль но наша команда в этот раз оказалась не слаженной поэтому на будущее наверное ребят все таки если я буду играть на корпусах ваших я все таки буду играть и давать предпочтение тем игрокам которые предоставляют корпус каким-то там с минимальным количеством нары потому что без нару ну совсем скучно то есть вот я играю скучно то есть вот в этот в этот ход в игры я мог бы на вот этом корпусе изменить при условии если бы у меня было преимущество которого на данный момент нету вот так же хочу сказать что ни у кого я танки не беру не не одалживаю то есть я беру только поиграть у меня есть свой танк которым зовется супердог на котором я катаюсь это бикинг с рельсой все остальное это чужие танки которые мне любезно даются мои как бы пользователи для того чтобы я покатался и снял про их танк ролик вот собственно говоря и все игра подходит к концу мы проиграли вот ну собственно и это не важно важно то что я вам показал и сыграл мне дали как бы сыграть на громе я попробовал себя с громом но не знаю техника интересная если немножко подучиться возможно что то и получится по крайней мере как для меня он намного проще нежели шафт потому что самое сложное это шафт потом идет риг там надо уметь надо это рассчитывать ну то то чего я наверное пока что но не могу понять вот в этих единицах вот ну заработал я 0 кристаллов 130 очков сделал собственно говоря что я предполагал без нара игра казалось достаточно скучной и не интересной ну в общем то все до новых роликов если мои ролики вам нравятся еще раз повторюсь ребят поделите меня поставьте лайк мне очень важно ваше мнение мне очень приятно когда мои ролики оценивать даже если как бы высказывать какие то может быть и нелестные отзывы о игре как бы я делаю выводы где то исправляюсь в любом случае мне приятно то что вы смотрите то что вам нравится вот до новых встреч пока с вами был я супердок играл сегодня на танке гром который мне предоставил влад студик огромное спасибо влад за предоставленный танк смотри себя в ролике видеоблог номер два спасибо пока